здравствуйте друзья письмецо зачитываю здравствуйте михаил я являюсь вашим давним подписчиком и смотрю почти все ваши видео род фронт смысле хорошо вопрос из категории очень нужен волшебный пендель все легко два года назад я окончательно и бесповоротно решил переехать в сша ну с чего-то надо начинать конечно вот надо решиться один год ушел на сворачивание бизнеса и закрытие всех с ним связанных кредитов хорошо то есть шаг сделал за второй год я освоил английский язык до уровня свободного общения я хочу сказать что это подвиг я даже не знаю сколько людей в состоянии вообще за год освоить английский до уровня свободного общения это это невероятно просто люди в эмиграции 10 лет живут у них нет свободного общения мной подтянул основу программирования и тестирования и все за год и главное определился со способом легализации и подготовил все что с этим связано я чувствую не бизнес был неплохой потому что так все это ну да куч собраны и даже я не знаю но молодец молодец по образованию я инженер по автоматизации это ему ему еще пендель нужен вы смотрите на него по образованию я инженер по автоматизации ну какой-нибудь осу наверно да осталось только продать недвижимость в рф но к сожалению связи с текущим состоянием экономики уже полгода не могу это сделать но это понятно да в смысле можете но денег жалко в пересчете на доллары и так уже теряю больше чем половину от вложенных денег в результате двукратного падения рубля если поторопиться и продать быстро с дискаунтом ниже рыночной стоимости на 10 20 тысяч долларов то останется каких-то 25 тысяч долларов совсем неплохо я вас уверяю что среди людей которые приезжают в сша с вашем положении но но хорошо если вы 5 процентов есть 25 тысяч долларов если вычесть расходы на легализацию и покупку автомобиля то практически ничего не останется могу предположить что вы и ваши родители выезжая из россии тоже продавали в спешке все за без отдельная история расскажите пожалуйста об этом и если сможете дайте пожалуйста совет как быть данной ситуации учитывая факт что находиться среди 86 процентов населения остается все сложнее трудно быть с народом я знаю я все время хотел а мне говорили а ты вообще не наш народ ты какой-то вообще не наш хотя вроде да там портнов михаил петрович не да не нарко заранее благодарю за внимание и ответ ну чё же давайте мы поговорим вопрос хороший значит давайте про 25 тысяч долларов легализация стоит ну там допустим 67 тысяч долларов если это то о чем я думаю что такое 67 тысяч долларов это же не в один день ты должен значит там часть вперед часть чуть попозже люди которые находятся в сша пусть у них даже и нет еще такой окончательной легализации но они тем не менее где-то подрабатывают это как бы не вполне легально но вполне общий как бы сказать приемлемо так скажем то есть за это никого еще там не 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 обидели учитывая что он вот в этом процессе легализации он же должен жить как-то 6 месяцев он же не может вот там пока разрешать на работу придет голоду помирать поэтому она как бы ничего поэтому вы может быть еще и приумножить там те деньги которые вы потратите на легализации теперь поделать какую-нибудь простую работенку да на туда на той же стройке там или в охране там или где-то главное чтобы люди вокруг были чтобы так по-английски разговаривать как-то социализм социализацию такую пройти на месте нормально вот не думайте об этом как о чем-то таком да и знаете ты я свое время у меня первая моя работа была за деньги я стоял мордоворотом вышибалый в маленьком магазине кожаных курток и там был хозяин который обслуживал клиентов ну клиентов могло за день пройти допустим 10 человек там 3 чего-нибудь купит вот собственно весь оборот ну и пока он там кого-то обслуживает я стою у двери смотрю чтоб никто не вынес ничего вот собственно и все и мне платили 20 долларов в день я еще там с утречка значит это пылесосиком проходился и так стоял у двери и в основном я с хозяином разговаривал и вот так английский язык подбирал поэтому эти 20 долларов в день меня совершенно никак не унижали это были такие деньги большие можно было пойти в магазин где там сдают в данный шин и там все продавалось там по 3 доллара по 4 а бывали дни когда по доллару ну там они там что-то такое по цене и выносили из зала и все что есть по доллару ё-моё там за двадцатку сколько можно было утащить такие два мешка в общем к чему рассказывать вы будете немножко себе там зарабатывать подрабатывать то есть вам хватит этого на жизнь и вам хватит этого на может быть даже и покрыть ваши расходы те и так далее это не значит что вы должны 25 тысяч проживать 6 месяцев и как бы просто вот на них жить и больше ничего не зарабатывается совершенно нет такой необходимости считайте чтобы пару тысяч месяцев зарабатывать то есть это это как бы не 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 сложно вот пару тысяч месяцев и зарабатывать причем кишаком наличными налоги с вас не взять в общем за эти шесть месяцев что вы тут будете в лига легализовато что у вас было 25 собой там плюс 12 вы заработали то есть на жилье на покушать на все дела еще останется теперь машину ну да ну не обязательно покупать машину за 20000 машину можно купить например за 5 нормально вот за 5 за 6 тысяч очень покупается нормальная машина вот тут от бюджета зависит есть ребята вот так приезжают и сразу бах там новую тачку там берет задаваться не знаю там за 25000 берет тачку я видел таких ребят ну вот он может быть там квартиру в москве продал еще когда хорошо все было да и вот у него было может быть собой я не знаю сколько сто двести бак там двадцать пять тысяч на новая машина сел поехал там и так далее ну правда но у него грин карта есть он может он фактически на работу вышел через три месяца а еще через год уже сто тысяч получал знаете поэтому нормально значит а вы так тихонечко на дно заляжите и я хочу сказать что 25000 чудовищные деньги вот если бы у вас даже было 5000 то вы все равно не были бы вы бы не торчали по серьезному вы просто были более мотивированы зарабатывать денежку и все может быть больше часов бы работали как-то больше бегали бы за этим в наше время если вы так вопрос поставили как было в наше время это же время это было нищие выгодите продать за бесценок а что продать то продать то было нельзя ничего то есть как-то не нельзя было продать я не говорю даже про вывести но продать было нельзя ты не мог продать свою квартиру вот у меня была квартира кооперативно и она была выплачена полностью но продать ее я не мог я мог получить за нее 10 тысяч рублей она стоила в девяностом году 10 тысяч рублей я даже не знаю что вам сказать я перед отъездом продал жигуленок у меня был какая модель я не помню почти не пиво 1 или за год до этого купил чтобы водить научиться первая модель жигуленка ему было уже лет восемь и он перед этим в аварии побывал у меня колесо отлетела там не пытались его открутить но там была секретка и так получилось что она не полностью и я не заметил а потом когда ехал по дороге она отболталась и вылетела заднее левое колесо и машина как бы жахнулась когда колесо отлетела значит вот там сзади кузовом жахнула об асфальт так все все живы-здоровы но пошел корпус его там вытягивали за какие-то деньги взяли но в основном там из-за того что были две трехлитровые банки спирта у нас лежали запас был в общем за это взяли то что так они за деньги просто не хотели такое время было специфично и и вот эту машину мы продали за 13000 рублей 13000 рублей вот такая машина и 10000 рублей я мог получить за свою квартиру вот это все что я мог взять с них понимаете то есть когда мы ее покупали это был что-нибудь год я сейчас скажу точно это был восемьдесят четвертый восемьдесят четвертом году тысяч десять тысяч рублей это это были несусветные деньги у нас собственно не было даже на этот down payment внести родители скинулись дали нам там по 2000 и вот мы 4000 положили в этот down payment и платили 60 рублей в месяц вот эти 60 рублей в месяц вы не знаете что это как много это было и вот значит чё продать то мало того вы можете можете что-то продать но но вопрос то в чем как деньги перевести если вы что-то продали у нас был вот знакомый у него но он такой каким-то бизнесом таким занимался то есть он я вам сейчас расскажу какой был бизнес он в мастерской где наваривали покрышки он числился учеником причем он давал взятки чтобы числиться учеником ну постоянно чтобы его не переводили там уже в пролетариат разрядный потому что у ученика нету плана он просто вот там все что все что наварил все его а когда ты значит уже работник у тебя должен быть план и получается что ты меньше можешь своровать и вот он вот на этой должности там какое-то время работал вовремя ушел там всех посадили и у него были какие-то вот сбережения он когда уезжал вот раньше нас уезжал на год у него было 10 тысяч долларов он тогда их обменял по курсу по-моему тогда было что-нибудь 6 ну не 6 я не помню 678 рублей на доллар вот тогда был такой курс когда мы уехали уже было 20 рублей за доллар на черном рынке на на таком нельзя было вообще ничего поменять не было возможности официально пойти в банк купить там или что-то был черный рынок вот на черном рынке в наше время это было доллар 20 рублей вот я продал машину за 13000 и что такое 13000 если там значит на 20 разделить что будет 700 долларов давайте машину ну в общем не важно да но дело даже не в этом даже если бы я продал что-то за 700 долларов у меня были бы 700 долларов их нельзя было вывести из страны значит был лимит на обмен валюты значит если у меня больше валюты я должен показать откуда она у меня и может быть даже в тюрьме за это дело оказаться поскольку у советского человека не может быть валюта ниоткуда короче меняли сто я сейчас скажу сто пятьдесят что-то два рубля сто пятьдесят два рубля на человека тогда для доллара я извиняюсь доллар можно было купить сто пятьдесят два доллара по официальная цена по которой мы покупали было шесть к одному вот как бы государственная такая за которую на рынке не было а вот она была только в этом банке но то есть как бы цена хорошая намного лучше рыночный но все что ты можешь купить это сто пятьдесят два доллара на человека и мы когда выезжали у нас было четыреста пятьдесят шесть долларов на троих но еще ребенок значит там десяти лет и и по два чемодана на каждого то есть шесть чемоданов ребенок и мы двое это же у меня был бизнес и как бы вроде даже неплохо зарабатывалось но ну как же не бросишь то есть я последнее время вот занимался тем чтобы все это официально передать там ребятам которые у нас работали ну чтобы не пропало но жалко же создается что-то уже и имя какое-то есть уже как как это наработка есть ночью вот я это все передавал 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 и так вот и уехали буквально там можно сказать я за день до того как уехать я еще как бы работал то есть что-то такое там суетился уже даже не за деньги я я не получал ничего за это проб но просто ну так свои ребята все значит и вот мы приехали рецессия работы нет вот время было абсолютно противоположное тому которые сейчас вы часто приезжаешь языка нет нормально машина нет нормально того нет нормально там еще нормально вот работа там может настройку завтра выходить они еще заедут за тобой тебя заберут еще там кешем тебе заплатит 12 долларов а если ты умеешь что-то делать настройки так это уже и больше это и 15 18 20 но вот у нас тут такие то есть а время было абсолютно противоположное минимальная зарплата тогда была оплата труда не 10 долларов как сейчас а я говорю по нашу местность то есть наверное где-то по-другому но вот у нас тут а по-моему 425 то ли то ли то ли 375 то ли 425 честно не помню или было 375 а сразу как мы приехали они там подняли до 425 вот были люди получавшие там по 450 вот это какие-то были деньги 6 уже было не так плохо 6 долларов сейчас было уже не так плохо а 8 вы чего 8 вот но квартиру мы снимали хороший ван бедром хороший такой просторный не вонючий в сан-франциско много вонючего жилья от сырости морской строит из дерева и дерево начинает подгнивать и карпит и вот эти вот тоже начинают пахнуть синтетически эти ковровые покрытия вот это был не вонючий квартира в сан-франциско в этой части города делится на вонючие не вонючие тебя там говорят вот квартира сколько платишь только вонючий дом дом вонючий вот первый вопрос значит у нас был не вонючий мы платили больше чем многие другие мы платили 745 в месяц были люди которые платили 600 там 20 но у них такой знаете чтобы попасть в квартиру нужно было пройти по балкону внешнему вот как в моделях по внешнему балкону заходишь и оттуда уже в квартиру и все кто по балкону идет все мимо твоих окон ходят вот там стоило там 620 можно мог еще быть вонючим ну но опять дело не в этом у нас конечно была поддержка государственная поскольку мы были по беженской программе и мы там я боюсь соврать месяц 4 наверное первых мы были на вэлфере не самых первых первые три мы были так потом убит вместе 4 были на вэлфере уже даже работая мы просто мало зарабатывали нас нам продолжали что-то подкидывать с вэлфера и потом когда мы уже так более-менее стали работать поскольку у нас ребенок то нам медицинский медицинскую страховку на ребенка еще год держали как бы из общественных ну что в общем то большое подспорье конечно спасибо ему сюда как вот почему я рассказываю вот как мы как мы приезжали но больше того нам эта квартира 700 там эти 45 долларов в месяц у нас не было столько нам родители светланы которые уже были там они были ну как бы это не называется пенсия как вот заработанная пенсия такое пособие как ссай так называем social security income и вот они получали этот ссай и в общем они были в состоянии нам давать пару сотен в месяц чтобы у нас сходились концы с концами но мы на всех сейлах там то есть мы мы никогда не покупали за ту цену которая там написана то есть мы дожидались момента когда там дешевле мы знали все все сейлы мы мы прошли такую школу ну я не хочу сказать нищенствования но мы прошли вот эту школу выживания на просто никакие деньги вот это мы 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 могли преподнести урок собственно мы инструктировали людей а когда первая моя работа уже в но после магазина уже нормальная работа я преподавал там в иммиграционном таком называлась корейский центр korean center of san francisco и там корейцы но там была русская программа и там было много новичков но и вот я их инструктировал там где где купить то где купить все они это у нас родственники это и хорошо зарабатывать они даже не знают что такое есть хорошо говорят что у вас родственник такие бедные они вас могут научить это так такой был разговор ой значит хорошо вспоминается да значит что теперь когда у тебя есть 25000 значит мой совет вам такой вы скажите себе у меня есть 25000 из которых я откладываю ну допустим 10 на всякие возможные и невозможные не знаю какие 10 тысяч я откладываю на вопросы легализации отложили все нет не трогаете считайте что их больше нет у вас в руках вы говорите я откладываю там допустим 5000 на покупку автомобиля отложили ну я бы даже такой совместный фонд 15000 на машину и легализацию так вы будете себя более комфортно чувствовать вот вы отложили 15 еще вас остается 10 и вы забываете о существовании этих десяти и говорите себя вот у меня все что есть это есть вот это а дальше я должен жить и выживать и зарабатывать там это да ну конечно вы можете я не знаю сколько там народу приезжает если один парень едет так пошел кроме там допустим вот да и там не надо не даунпай не даунпэймента никакого носочки депазита ничего пошел и живешь если человек хочет если там семья и надо на семью квартиру снимать тогда другое это уже появляется существенный расход связанные с квартирой поэтому я здесь тонкости не знаю но к моменту когда вы легализуетесь грубо говоря через там 6 7 месяцев у вас появится разрешение на работу значит 8 там я не знаю сколько займет реально чтобы у вас к этому моменту там не 10 тысяч лежала вот там а было бы может быть даже и 15 вот так а может и 20 и вот и вот вот и все и не трати скажите у меня этих денег нет потому что ощущение что деньги есть она развращает и сбивает с толку фокус теряется эти деньги есть я знаю одно семейство у них было 150 тысяч и полное ощущение того что они хозяева жизни они же не приехали как шваль всякая мусор они же блин там но я на вода растопыренные и у них даже страховки медицинской не было они поэтому там где-то один раз руку порезали влетели на какую-то сумму там случайно банку консервную открывали и она стеклянная была банка там и так далее там руку повредили кровища там туда сюда бах бил получили потом там еще чего то еще чего-то еще чего-то и через год год 150 тысяч а они в лос-анджелесе жили на 150 тысяч кешам девочка кешам 150 это если ты на работу будешь ходить это надо там я не знаю 200 230 заработать а у них было 200 тысяч кешам в смысле 150 тысяч кешам они могли эти деньги три года жить втроем вообще в то время это еще было лет 6 7 вообще не напрягаюсь но ну то есть просто жить и все учить английский там всякие дела делал у них через год денег не осталось давайте двадцать пять тысяч поэтому говорите нет у меня денег машинку беру скромно не выпендривать вот значит работу беру первую там не выпендривать с пожилыми людьми можно сидеть например подрабатывать можно там я не знаю но на убери нельзя без без легализации ну не суть значит есть подработки много всякой в крайнем случае стройка тоже неплохо здесь на стройке не ходит как рабы древнего рима там в кандалах и там тогда нормально ничего такого нет так что тем более если английский на месте значит постарайтесь устроиться к американцам там не к русским а вот вот к американцам тоже раб силы сейчас в строительстве дикая нехватка народа сейчас очень много строй строится вокруг всего я читал сегодня на блумберге вообще последнее время со всех сторон прямо придет вот эта информация о том что сейчас будет взрыв в стоимости жилья и дешевого жилья вообще не останется то есть когда бы здесь не связь значит показываем жилье в кремниевой долине и тут так дорого и все так дорого я почти каждый день получаю какие-то ссылки на какие-то статьи в российских там источниках интернет источник о том как там вот последнее мне прислали как девушка из норвегии приехала на стажировку или там на работу в кремниевую долину и так дорого все что она просто взяла такой задрыпанный там типа volkswagen такой минивенчик и вот в нем значит живет и вот там обсуждает народ может такое быть не может правда или неправда так вот девушка есть лицо есть флаг норвежский хотя я вот все спрашиваю как она попала то в америку и с норвежским патчпортом кто ее на работу мог взять но не суть много информации и и так уж плохо дорого там еще что-то вообще цены цены просто не зашкаливающие особенно в городе в сам франциск вы себе представить не может что творится и вот к чему я клоню то но есть америка другая есть америка где жилье дешевое есть америка где там засти господи за 150 тысяч можно приличный дом купить вот половина флориды такой давайте а а если новый так я не знаю там за 200 так он еще и новый будет и вот пишут что скоро дешевого жилья не останется вот на блумберге сегодня если вы глянете может быть там значит посмотрите там нет идет к тому что сейчас дешево вообще ничего не будет поэтому но сейчас она есть потому сейчас есть поэтому вы можете со своими 25 тысячами например поехать куда-нибудь в сакраменто тот же например и жить там себе в сакраменто и вы потратите гораздо меньше денег ну опять если семья например вместо двух тысяч там за вам бедро вы заплатите 650 что существенно там за полгода десятку сэкономить но там может быть столько не заработаешь но как бы люди оптимизируют свои финансы смотрят там как что чего поэтому я я хочу сказать что ситуация у вас более чем позитивная то есть вот человек говорит как он формулирует то он говорит волшебный пендель ему нужен послушайте какой же вам пендель то вы во первых во первых у вас есть денег больше чем там упал практически у всех кто приезжает вот в таком положении в сша это первое второе да я не я даже не думаю что один процент людей которые сюда приезжают в состоянии за год поднять разговорный язык поднять английский язык до уровня разговорного параллельно с программированием тестированием вы чего это вам еще жаловаться чем вам пентель нужен понимаете но можем там потому пендели нужен что много дано и я не знаю и как-то это расслабляет тема те кому мало дано они знают что надо впахивать даже иначе ничего не будет а вам так отвалили черпаком таким шоу наш сломался потому что там от тяжести своей вот так но пендель я не знаю что сказать я рад я вижу вашу ситуацию как исключительно благоприятную давайте то есть вы вы там может быть в одном проценте везунчиков по количеству ресурсов которые у вас есть и финансовые природные так сказать то что сверх свыше вам да ну поэтому чё там все будет очень-очень хорошо я конечно не знаю там чего вам хочется и какая картинка в голове может оказаться что тебя есть больше чем у всех а тебе мало это тоже бывает бывает у тебя есть совсем немного а ты рад и счастлив это тоже бывает так что тут тут уж я ничего сказать не могу но а в чем собственно просто я даже не по расскажите как было в наше время в наше время вот так и было и я вам другое скажу вот вы сейчас вы говорите что трудно быть среди 86 процентов мы были среди 8 среди 98 понимаете и и вот это вот коммунистическая пропаганда она не просто зомбировала людей из всех каналов а много то и не было вот газеты и телевизор и ради ну радио не знаю где там в деревне там рабочий полдень не знаю вот все вся информация была в одних руках контролировалась там отделом как он там назывался идеологии пропаганды не задел пропаганды цк кпсс вот они вот этим всем занимались и другой вообще не было и все эти люди которые тогда вот ходили они когда уже все рухнуло когда стала правда выходить наружу и дecatan мы же не знали они те кто перестали не видели как сажали врагов народа людей брали на улицах не за что хватает денег это мы же не знали нам же говорили что тоже враги мы же откуда же вы могли знать нам же говорим так это было вот девяносто девять процентов может 98 я даже не знаю в москве может быть чуть поменьше там все-таки больше образованного народа и такого более циничного да все-таки люди образованные они более циничные они в меньшей степени доверяют вот просто телевизору, то есть у них может быть больше критичности в соображении, я не знаю поэтому 86 еще не так плохо еще не так плохо вот, так что я хочу сказать бывает хуже, да, мало того так они же не просто зомбировали и мозги отшибали, они же еще ну, не в наше время но, скажем вот в те времена, в которые росли взрослели наши родители, уже взрослые были они же просто уничтожили миллионы, десятки миллионов людей их просто испепелили физически уничтожили не за то, что они там что-то делали или они даже там где-то вышли и сказали, а за то, что они в принципе могли подумать могли в принципе что-то сказать они были классово чуждами вот их раз туда всех и все не за действие, а за потенциальную как бы, потенциальную возможность куда-то там вот вот такая мясорубка интересная поэтому вот уже что осталось что осталось я на самом деле поражаюсь как после всего этого мы все-таки имеем 14 процентов которые остались от 86 это после того, что сколько-то процентов просто физически уехали да, вот если бы они там не уехали может быть было бы больше, чем 14 но даже после всего этого и 14-то все-таки есть вот как поэтому я бы и к этому оптимистично наверное отнесся трудно, ну конечно трудно что я хочу сказать ну трудно если фокусируясь на этом, то трудно если циклиться, то совсем трудно если сказать ну а я уезжаю там куда-то так уж и хрен бы с ними я вам еще вот что скажу я-то на самом деле не рвался никуда ехать это меня Светлана уже так значит с места сорвала но у меня были планы большие творческие мне не до этого было но когда ты уже на эту наклонную плоскость ты наступил ножкой так и повъехал по ней вот это состояние от я еще видел много людей знаете, на проводы когда ходишь вот там уезжает приятель допустим ну там встречаешь там брат его старший который говорит я никогда не уеду а он еще член партии там какой-то начальник никогда не уеду а потом через 3 месяца где-то в другом месте провода и ты снова его встречаешь оказывается он уже в подаче и он говорит ни одного лишнего дня не могу здесь находиться вот я эту эволюцию видел много и сам как бы проходил тоже этот путь то есть от состояния когда думаешь нафиг куда я еду черт не знает до состояния что пешком бы ушел ни одного лишнего дня не могу находиться и в общем сам вопрос знаете, типа а может быть не ехать знаете, вопрос а может быть не ехать знаете, он воспринимается как вот гром среди вот знаете, как вот сатана перед тобой разверся там и говорит ты чего это куда собрался до такого я серьезно не утрирую давайте я камеру поверну значит поэтому вы уже вступили на скользкую плоткость вы уже английский язык выучили понимаете тут уже обратного хода нету поэтому соответственно чем больше вы мысленно там и чем больше вы на уровне каких-то таких действий там да, билет купили там визу получили там еще что-то я не знаю какие у вас конкретно будут действия тем больше у вас будет ощущение этого отрезанного ломтя тем меньше вас будет вообще хоть как-то интересовать вот эти 86% и даже те 14% уже это не так важно вот надо своими делами заниматься вы будете ими заниматься и вам хватит своих дел вот столько что вы забудете надолго о многих вещах которые сегодня вам кажутся исключительно важными найдутся другие вот и это собственно и есть жизнь полноценная когда ты вот каждый день имеешь чем заняться а не обсуждаешь Обаму там Путина я не знаю там теракт в Бангладеш там есть много своих дел вот это я считаю хорошее состояние такое когда есть есть что делать есть чем заниматься есть возможность активно менять свою жизнь к лучшему вот вот это оно счастливо так спасибо Продолжение следует...